Честно говоря, я всегда думал, что Джаз Косс это игра довольно маргинальная. Ну, как бы такая игра не для всех. Ну, потому что это в основном песочница, а все сейчас любят сюжет, какую-то драму, и чтобы тебя вели за ручку через всю игру. Ничего этого в Джаз Коссе никогда не было, но вот мне нравился, например, второй Джаз Косс, очень сильно нравился. Когда вышел третий Джаз Косс, я немножко расстроился. С одной стороны, я получил с Джаз Косс гораздо более, конечно, красивой графики, я получил возможность летать на Винг Сьюте, я получил второй крюк, что позволяло еще лучше наслаждаться и развлекаться в этом открытом мире, потому что это же песочница. Но мне не понравился сам мир третьей части. Он по размеру-то, в общем, был такой же, но там же все равно большую часть территории занимает вода, поэтому как бы не так важно размеры. Но плотность мира третьей части была гораздо ниже. Города все были одинаковые. Ты приходишь в очередной город и путаешь его с другим, потому что там, ну, практически все то же самое, только, может быть, разный набор. Там где-то есть какая-то штука, где-то какой-то штуки нету. Базы были все практически одинаковыми, и ландшафт по всей территории карты был одинаковым. И вот как-то поэтому я немножко расстроился. Я продолжал играть, ну, я, конечно, прошел третью часть, продолжал играть во вторую. И думал, вот бы мне все-таки сделали новый Джаст Кост с графикой третьей части, но с миром второй части. И вот вышел Джаст Кост 4. Еще в прошлом году. Вообще, долго откладывал это видео, в том числе потому, что я думал, ну, может, там патчи каких-нибудь выпускают. Но как-то то ли я этих патчей не заметил, то ли они особо ничего не меняли. Ну, в общем, сегодня я расскажу о Джаст Кост 4, и, в частности, стоит ли его сейчас брать там где-нибудь по скидке или еще как-нибудь. Вообще говоря, я думал, что в Джаст Кост 4 я буду играть на ПК. Ну, потому что когда вышла третья часть, она ужасно работала на консолях, на любых консолях, на Xbox, на PlayStation, ужасно абсолютно. Даже когда, ладно, появились уже Pro консоли, на них более-менее, но все равно вот с этим дополнением Небесная крепость, там, когда в этой самой Небесной крепости, там все равно было довольно все кошмарно, производительность была ужасная, разве что графон был хороший. Ну, вот как бы и все, на производительности не хватало. В этот раз компания, видимо, решила полностью поменять свои приоритеты и сконцентрировалась исключительно на производительности, по крайней мере, на консолях. Но, опять же, я хотел играть на ПК. Я запрашивал у издателей версию для ПК, но мне в итоге сказали, на тебе лучше для Xbox. Ну, я сначала не понял почему, потом почитал отзывы. Я такой сначала думал, ладно, я сейчас поиграю, мне понравится, я возьму на ПК. Ну, да, на ПК там в Стиме отзывы вообще капец, игру в основном ругают за баги и за прочие, то есть на консолях она работает еще не так плохо. По крайней мере, на консолях мы наблюдаем, ну, практически стабильные 30 кадров в секунду. Просадки есть, но они как бы редко случаются и, в общем, в целом не особо заметны. Но, чем пожертвовали ради такой, ну, относительно стабильной производительности? Ну, графоном пожертвовали, а чем еще можно-то? Помимо того, что игра работает там в динамическом разрешении и в не очень-то высоком разрешении, на базовых консолях, даже там на базовой PlayStation 4 она не выдает Full HD. По сути, стабильная Full HD это только на PS4 Pro, но на Xbox One X там повыше разрешение, но все равно, как бы, иногда заметно, что да, там какие-то бывают лесенки, даже играя на Xbox One X на Full HD телевизоре. Но дело не в этом. Что больше всего расстраивает? Во-первых, здесь нет больше такой крутой, красивой воды. Вода стала довольно унылая. Во-вторых, постоянно у тебя что-то всплывает перед глазами, появляется, ты такой летишь, и у тебя там деревья появляются. Еще, знаете, они как-то странно делают, то появляются, то пропадают. То есть, как будто, казалось, ты уже близко там подлетел, должно уже ничего не меняться. Ладно, они там вдалеке появляются, фиг с ними. Но они как будто постоянно меняются, обновляются, перерисовываются, меняется ассет или чего вообще непонятно. Но это создает такое не очень приятное впечатление. Ну и, конечно, багов много. Некоторые баги, правда, работают на геймплей, про который я сейчас расскажу. Некоторые не очень. Но главное, что я хочу отметить перед тем, как я начну говорить о геймплее, это мир игры. Вот с миром здесь все хорошо. Вот сделали, да, мир практически как во второй части, он даже очень похож. Те же самые биомы, их много, потому что в третьей части был всего один биом. Ну, разве что совсем на горы залезешь, да, там снежок. Так, здесь биомов больше, здесь есть пустыня, здесь есть нормальный город большой такой, здесь есть нормальный аэропорт. Например, в третьей части не было больших гражданских реактивных самолетов. Здесь они снова есть, как и во второй части. Можно угнать какой-нибудь, ну, грубо говоря, Боинг и полетать на нем. Ну, тоже весело. Самое главное по геймплею, конечно, Джаз Коз 4 прокачали именно как песочницу. То есть количество вещей, которыми можно развлекаться в этом мире и разрушать все вокруг, просто возросло до невероятных величин. Ну, то есть у нас теперь множество комбинаций. Один наш крюк. Во-первых, крюков у нас может быть бесконечное практически количество. Один крюк куда-то прикрепили, другой крюк прикрепили, третий и так далее. Во-вторых, есть несколько эффектов этих крюков. Первый эффект, это когда крюк стягивается автоматически или там по нажатию кнопки. Второй эффект, это когда такие надувные шары появляются. И третий эффект, это что-то вроде ускорителя. Ты ставишь крюк и вот из этой штучки, которая поставилась там куда-то на машину, такое как бы ускорение, буст оттуда, не знаю, реактивное топливо там или что. Короче, теперь мы можем совершенно вообще безбашенными какими-то способами все вокруг громить, крушить. И это было бы достаточно круто, если бы это задействовали в геймплее. Ну, то есть я имею в виду сюжетном геймплее, потому что да, здесь тоже есть сюжет, конечно, я от него ничего такого сильного и не ждал, да мне как бы и все равно, ладно, думаю, песочицу нормально завезите. Но получается, смотрите как. Да, допустим, во второй части у нас все захваты базы всегда были одинаковыми. Мы там сопровождали группу, значит, этих бойцов, которые там захватывали чего-то, взламывали какие-то там терминалы, мы разве что их там защищали и зачищали базу от врагов. Здесь получается вроде как каждый раз что-то разное, по крайней мере сюжет, тебе говорят, так, здесь нужно сначала это сделать, потом здесь вот в другой базе там нужно там какую-то катеру гнать. Хотя на самом деле все это сводится все равно к одинаковым действиям. Где-то тебе нужно там отключить какие-нибудь генераторы, откроются двери, потом ты пройдешь туда или уничтожишь, или что-то угонишь. Ну, как бы разнообразие больше, но это все равно не то разнообразие, которое позволило бы использовать все эти крутые геймплейные штуки, которые нам дали. И в итоге получается, что когда ты проходишь сюжет, то все равно получается, что вот эти крутые штуки с крюками ты не используешь. Там воздушные шары, там ускорение, оно тебе как бы не нужно, потому что как только ты куда-то приходишь базу захватывать, на тебя тут же все слетаются, начинают в тебя стрелять. Естественно, в Джаз Коз у нас всегда была аркадная перестрелка, в том смысле, что тебя там тысячи пуль всаживают, а ты все еще живой. Ты тысячи пуль там их валишь, просто этих врагов там, я не знаю, косишь как будто косой. То есть, да, в Джаз Коз всегда была суть не в перестрелках, но все-таки во второй части как-то это было более сбалансировано. Честно говоря, если говорить о самом геймплее, то даже геймплей третьей части мне все равно больше нравится, при том, что там мир скучный, да. Ну, как бы он красивый, но скучный. Здесь мир интересный, но в этом мире все равно довольно скучно играть, скучнее, чем во второй части. Есть интересные моменты, знаете, такие как будто, ну, что-то типа Uncharted. Ну, то есть, смотрите, здесь есть разные люди, которые предлагают тебе, можно сказать, сторонние миссии, которые периодически похожи тоже друг на друга, ты их выполняешь, и это дает тебе определенные очки прокачки для твоего крюка. Сама эта прокачка, в общем-то, неплохо, то есть ты такой думаешь, о, прикольно, еще такой эффект получить, или еще такие возможности, такую возможность настраивать эти эффекты. Но, сами эти вещи, мало того, что повторяются, они иногда довольно глупые. Ну, типа там, пролететь сквозь какое-то кольцо с определенной скоростью, причем иногда, знаете, бывает, ты можешь что угодно, там, проехать, на катере проехать, все, там, через кольцо проехал, там, со скоростью 91 км в час. Все, молодец, ты это выполнил. Вот, слушайте, ну, как-то, ну, в третьей части, например, у нас были задания, где нужно было, там, имитировать несчастный случай на лимузине, типа, ты садишься водителем в лимузин, едет какая-то важная шишка, и ты имитируешь несчастный случай. Как-то это даже веселее было. А здесь, ну, там, пролети сквозь это кольцо. Ну, да, иногда это кольцо не очень хорошо доступно, типа, там надо как-то придумать еще, как туда попасть. Но, мне кажется, это все равно немножко не то. Ну, что касается Uncharted, здесь есть вот такой один мужик, который ищет, типа, местные всякие вот эти вот сокровища. Ну, скорее, не то, что сокровища, а такие достопримечательности, там, статуи древние, храмы древние, вот такая ерунда. И ты, значит, когда летаешь, ты можешь находить эти вещи. Здесь что хорошо? Хорошо то, что тебя за ручку, тебе не говорят, вот конкретно вот в этой точке, там, нужно сделать определенные вещи. То есть, мало того, что тебе не говорят, что именно нужно сделать, тебе еще не говорят, где конкретно это нужно сделать. Ты сам, походу, это найдешь. У тебя там, допустим, да, ты на карте можешь найти область. Вот где-то здесь находится, там, не знаю, древний храм заброшенный. И ты еще найди этот храм, придумай, как открыть дверь. Ну, там, на самом деле, способов не так уж и много, они повторяются. Но в этом что-то есть, да. Вот в этом поиске вот этих древних артефактов что-то есть. Хотя, все равно не дожали, потому что это все равно сводится к шаблонным и однообразным действиям. Ну, вот уж что у нас получается в итоге в Джаскоз 4. В целом, на мой все-таки взгляд, игра получилась, на мой, опять же, взгляд, лучше, чем в Джаскоз 3. Просто потому что в Джаскоз очень важен сам мир, и здесь он лучше. Он разнообразнее, он богаче, он насыщеннее. Но все равно вторая часть, на мой взгляд, остается недостижимой вершиной серии Джаскоз. Опять же, она тоже зайдет далеко не всем. То есть, если вы не любите песочницу, если вы любите какую-то потрясающую драматургию, это вам не зайдет в любом случае. Ну, и песочница здесь тоже своеобразная. То есть, если в Майнкрафт мы, в основном, например, что-то строим, ну, песочница Майнкрафт, здесь обратный эффект. Мы, в основном, все разрушаем. Цель игры, можно сказать, разрушить все вообще вокруг. Что, кстати, тоже не сильно завязано с этими сюжетными моментами. То есть, по сюжету тебе, допустим, надо что-то выключить, где-то там отвоевать, где-то продержаться просто какое-то время, перебить там всех, пока кто-то взламывает какой-то тоже терминал. Но вот именно уничтожить все на базе вот такого задания почему-то нет. То есть, ты это делаешь как бы по собственному желанию. Ты такой думаешь, а зачем мне это, в принципе? Что мне это даст? Во второй части тебе это давало очки хаоса, на которые ты прокачивал себе крутое оружие. Без этого ты с нормальной пушкой не мог ходить, если ты все вокруг не взрываешь. Здесь с нормальными пушками проблем нет. Отнял их у кого угодно и ходишь с ними. То есть, вот получается, взрывать все вокруг можно, но как-то не нужно. Мир разнообразный, но в сюжет его тоже как-то не сильно вписали. Ну и многочисленные вот эти баги и проблемы, особенно на ПК. То есть, помните, я про Fallout 76 говорил, что это игра, в которую надо играть только на ПК, на консолях. Ну, в серии можно, но настолько ужасно, что лучше на ПК. Здесь, похоже, обратная ситуация, что лучше играть на консолях, но либо PlayStation 4 Pro, либо Xbox One X. Но! Если вам не зашел второй JazzCost, ну ладно, вы в него, может быть, даже не играли. Если вам третий JazzCost не зашел, то четвертый вам точно не зайдет. Вот так скажу. Хотя даже если и третий зашел, не факт, что четвертый зайдет. Короче, очень спорная игра получилась. Ну или скорее не получилась. Ведь даже фанаты вроде меня, которые именно что и хотят все вокруг взрывать, и идите вы в баню со своим сюжетом, даже эти фанаты не сильно довольны новинкой. При том, что действительно многие ошибки третьей части в ней поправили. Просто новые допустили. Собирательством даже в третьей части как-то лучше было там вот эти какие-то дневники подбирать, ты там где-нибудь гуляешь, у тебя там пикает, ты там ищешь этот дневник. И это все равно было интереснее, чем собирательство в четвертой части, которое по сути не собирательство вовсе, а просто вот, ну, пройди через кольцо на скорости 90 км в час. Так что вот даже мои впечатления от игры очень смешаны. С одной стороны, я в любом случае бы взял эту игру. Даже если бы мне не дали, если бы мне отказали, там сказали, нет, не дадим мы тебе Денис ключ, я бы все равно ее купил. Потому что я люблю JazzCost, и даже третья часть, которую я говорил, понравилась мне меньше второй. Я все равно ее прошел полностью, быстро, с удовольствием, и действительно, она мне все равно в какой-то мере понравилась. С четвертой частью, опять же, да, я бы все равно ее взял, но каких-то таких эмоций уже нет. Куда-то не туда свернули разработчики JazzCost 4. Надеюсь, хотя бы Rage 2 от этой же студии будет гораздо лучше. Ну а с вами был Денис Мейджор, подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропускать новые интересные видео об играх и игровых консолях. Ставьте лайк, если вам понравилось, и спасибо всем, кто поддерживает меня на Патреоне. Вы помогаете этому каналу становиться лучше. И благодарю за просмотр, до новых встреч, пока!